Отношения с бывшей девушкой всегда схватываются по-разному, но всегда интересно узнать, что же она думает о парне после расставания. Стоит ли все-таки расставаться с девушками плохо, определим тоже прямо сейчас. Это интересно. Первый звонок мы сделали бывшей девушке Андрея. Внимание на экран, тебе делать выводы. Виаля, здравствуй. Здравствуйте. Звонить тебе, задать пару вопросов по поводу твоего бывшего парня Андрея. Какие девушки нравятся Андрею? Его привлекают блондинки, он достаточно до такого интенсивно развитый молодой человек и требуется, чтобы его противоположная была такая же. А какая у Андрея самая позитивная черта? Он такой веселый и все. Как он любит проводить свое время, например? С друзьями при просмотре или прослушивании книги, либо просмотре интересного фильма. Что для него важнее в приоритете? Девушка, друзья или работа? Мне кажется, что на данном этапе его жизни для него работа является самым главным. Слушай, а с каким животным ты бы его сравнила в постели? Рев или тигр. Рев или тигр. Но он такой тигр-тигр или такой тигреныш. Нет, тигр-тигр. Тигр-тигр. Мнение о жертве его не интересует. Зато, естественно, жертва устала и хочет спать, то меня интересует. Галь, спасибо тебе за ответы. Очень искренне. Ты меня очень порадовала, но смешила. Хорошего тебе дня. Слушай, Владлен, тебе не показалось странным, что Андрею нравятся блондинки, но девушка бывшая у него брюнетка, и ты брюнетка? Наверное, девушка перекрасилась. У меня, что он тоже перекрасить собирается. Андрей. Почему девушка брюнетка, а тебе нравятся блондинки? Андрей. Да, я переживу это. Не беспокойся. Ты переживешь, что Владлена не блондинка? Она мне нравится такая, какая есть. А как насчет того, что мнение о жертве тебя не интересует, когда ты хочешь секса? То есть, если девушка устала и хочет спать, тебе все равно. Ну, ты прям гиперболизируешь. Ну, я скорпион, но бывает, а что делать? Скорпион очень страстный знак. Капец, я тебе говорю. Я думаю, что ты настолько страстный. Рррр. Тигр. Думаю, слишком страстный и, видимо, изменил этой девушке с блондинкой какой-то. У нас еще есть два телефонных звонка бывшим. Перед тем, как ты нам озвучишь свое решение, звонить мы сейчас будем бывшей девушке Вадима. И зовут ее Анастасия. Алло, Настя, привет. Привет. Я забыла спросить несколько вопросов о твоем бывшем парне Вадиме. Какие ему нравятся девушки? Ему нравится встроенную. Умненький. Наверное, больше даже блондинки. Какие черты характера в нем отрицательные, которые мешают, например, строить с ним отношения? Ой, наверное, немножечко скромноват. Ему нужно было бы быть решительней. Мегапозитивные качества, которые помогают наоборот. Он очень отзывчив, он джентльмен, добрый, порядочный парень. С каким животным его можно сравнить в постели? Ага. Наверное, с кроликом. С кроликом? Да. О, боже, а почему с кроликом? Он настолько быстр. Ну, он все делает и быстро, и качественно. О, боже мой. Уверена ли себя с ним женщина будет чувствовать, как с мужчиной? Сможет ли расслабиться? Семье, наверное, еще немножечко маловато для семьи. Еще немножечко ему нужно погулять. По ненадежности, я думаю, что для девушки он будет очень надежным молодым человеком. Спасибо тебе большое, Настя. Было приятно пообщаться. Пока. Итак, кролику Вадиму тоже нравятся блондинки. Это неправда. Ну? Я ее не видел в шесть лет, она врет. А как насчет того, что ты не готов к семье еще? Вот она озвучила такую фразу. Да мне же сколько лет? Куда же еще семья? А сколько? Двадцать и один. Я с восемнадцати лет сам живу и на себя зарабатываю. С восемнадцати. Ну хорошо, на себя-то ты зарабатываешь. А на Владлену? И на Владлену заработаю. Сколько же этих денег? Посмотри. Ладно, закончили эти дебаты с кроликом Вадимом. Кстати, мы еще раз по Вадиму, я не знаю, оправдаешься ты или нет, придется только доказывать это потом где-то. У нас остался еще один звонок. И мы будем разговаривать с бывшей девушкой Хасана Анной. Анечка, здравствуй. Здравствуйте. Могу тебе спросить несколько вопросов от твоего бывшего парня Хасана. Какие девушки нравятся Хасану? Стройные, привлекательные, а характер любит более таких спокойных и уравновешенных девушек. А что можно сказать о его характере? Он эмоциональный очень. То есть он может сбылить в принципе, но он быстро отходит очень. Слушай, а как он проводит свой досуг? В основном с друзьями. Берет ли он девушку с собой в компанию друзей? Ну, берет, но не всегда. Какое мнение для него является решающим? Его мнение для него важнее. Если он что-то решил сам, то это сложно. Что для него работа? К работе он относится очень серьезно. Из-за этого у нас и возникли проблемы. Расскажи, пожалуйста, с каким вот животным его можно сравнить? Я бы его сравнилась с как ссоры, который такой холеный, всегда любит. Любит ли он похрапывать по ночам? Нет, он не храпит. Анечка, скажи, пожалуйста, а можно ли себя с ним почувствовать настоящей женщиной? Расслабиться? Да, с ним можно почувствовать себя женщиной. Он заботливый мужчина, я бы сказала. И он умеет ухаживать красиво за девушками. Это, конечно, большой плюс для него. Спасибо большое. Ну, что ты можешь сказать о нашем восточном мужчине? Мне понравилась его девушка. А мне понравилось то, что ему хотя бы единственному не хотелось бы видеть блондинку рядом с тобой. Да.